всем огромный привет сегодня записываю очередную серию своего рукодельного вышивального дневника и хочу поделиться теми небольшими достижениями которые у меня случились на сегодняшнее число к сожалению не такие уж большие мне кажется очень мало я вышивала в этом месяце даже не знаю по какой причине ну вернее знаю по какой причине было всяческих забот море и мы наконец-то решились на смену обоев коридоре и в комнате поэтому некий такой бардак наблюдался в течение некоторого времени который не позволяла вот вышивать волю в свое удовольствие поэтому вышивки было не очень и каких-то рукоделок тоже было не очень много хотя что-то и случилось вот вы видите сейчас обратную сторону еще одной большой игольницы прямо не игольница целая подушка честно говоря что вот судя по всему она в две моих руки может быть но в полторы в полторы так это точно это оборотная сторона этой игольницы я взяла здесь морковки ткань с морковками она мне безумно конечно нравится но и вы наверно ожидаете увидеть что будет на лицевой стороне на лицевой стороне вот эта морковка которая у меня вышивалась еще месяц месяц назад или может быть два месяца назад мне показалось что делать такую морковку как пинкип будет но не очень целесообразно почему-то вот я увидела ее в такой игольнице я попробовала именно такого вида сделать какие-то нововведения посмотреть как это будет и что у меня получится мне понравилось вот такая симпатичная получилась морковка здесь уже край я обработала вручную пришивки семочку небольшое кружево кружево подходящие по цвету мне кажется она достаточно здесь гармонирует почему бы нет ну и конечно же колечки для ниток куда без них то есть колечки я считаю теперь основным моментом в таких игольницах в этот раз вот как-то мне получилось сделать такие длинные держатели для этих колечек ну когда шила наверно удивилась но потом оставила подумала почему бы нет пусть живут и такие колечки должно же быть место какому-то творчеству не повторять все одно и то же один в один вот поэтому такая огромная иголица хранительница иголок у меня еще случилось в этот раз кроме того я покажу еще свои вышивальные процессы которые я выкладывала в принципе и вконтакте в instagram надо сказать что у меня еще идут сейчас три неких проекта которыми я еще пока не делюсь так как я их готовлю в подарки ну а то что я вышиваю для себя я могу показать конечно хотя я могу конечно показать и что вышиваю для других но вот решила сделать те варианты сюрпризом вот такие замечательные этот у меня не первый был сейчас найду кто был первым такие замечательные дамы кавалера у меня получились первым не отшивалась эта дама мне очень понравились эти дизайны вот какой-то своей необычностью конечно я первую очередь клюю на необычность вот меня цепляет то что глаза еще раньше не встречали вышивки но и так как такое мне еще не попадалось то очень многие дизайны меня зацепили из этой книжечки французских вышивальщиц кстати я нашла ее по секрету могу вам сказать на в интернете на той же страну вернее не на той же странице а в том же блоге в котором я находила рукодельную елочку вы можете если уж очень интересно вы можете поднять видео о моей рукодельной елочке там будет ссылочка на блог в разделе журналы много всего и вот в том числе и вот этот журнал где люди вот конечно я себе набрал очень много там схемок своих желаний которые мне все-таки хочется вышить ну и вот эти дамы и кавалеры у меня вышли для прикладной вещицы вначале у меня вышилась эта дама к этой даме вышивался вот кавалер мне кажется очень подходит друг другу такой некий тандем составляют и в цветовой гамме потом у меня отшивался еще один кавалер вот здесь как вы видите и к нему парная дама ну как мне казалось что они очень и очень гармонирует все вот эти дизайны вышивались на канве дмс эту канву я покупала уже давненько честно говоря это ли он который соответствует соответствует шестнадцатому каунту 32 по моему ли он цвет я сейчас конечно не скажу не вспомню но могу поделиться своим впечатлением от использования этой канвы это очень жесткая канва же после того как вы ее постираете погладите она останется такой же жесткой и я никак не могла приноровиться к такой канве то есть очень трудно было подобрать иголочку очень толстая иголочка не раздвигала нити этой канвы честно говоря было такое ощущение что она прямо клеем каким-то пройдено как будто вот эти дырочки они прям запечатаны клеем но после того как подобрала такую подходящую для нее иголочку пришлось конечно брать тоненькие то дело пошло веселее где-то я пыталась вышивать на руках но потом перешла на свои маленькие куснапы мою палочку выручалочку потому что на руках все-таки кривовато получалось на вот этой жесткой канве и честно говоря вот эти дизайны несмотря на всю их привлекательность для меня вышивались достаточно скучно потому что вы понимаете какие большие здесь площади зашива одним цветом и это можно застрелиться уж насколько я не люблю смену частую смену цвета не так но когда так много то тяжеловато но слава богу дизайны небольшие и вот этих дам и кавалеров я специально приготовила для мешочка мешочек я буду шить необычным для себя способом я первый раз попробую вот именно такой мешочек шить раньше у меня он не получался еще пока его не шила постой по той опять же простой причине что вот всевозможные ремонтные заботы не дают невозможности подойти к швейной машине и честно говоря вот этих швейных проектов у меня накопилось уже масса надо уже как-то сесть и заняться швейным делом но вот пока все никак даже хотела видео снять об этом о том сколько у меня этих процессов лежит целая коробка которой нужно сшить так как из-за нашего ремонта мне пришлось вывести львиную долю своих рукодельных запасов на дачу чтобы можно было здесь хоть как-то развернуться то видео скорее всего это будет попозже далее я увидала в интернете схемочку по моему вконтакте где-то сейчас конечно не вспомню дизайнера степановой любови какой сегодня ты она предлагала вышить вот такой кубик как бы это сама картиночка результата что нужно было вышить ну и соответственно почему какой сегодня ты чтобы его можно было использовать как индикатор настроения его хозяина для этого достаточно лишь поставить его на свой стол соответствующей стороной вверх и все окружающие будут в курсе чего от вас сегодня ждать мне понравились эти мордочки я их выкладывала и вконтакте в инстаграм если вы подписаны возможно вы видели кто-то назвал это картошечками кто-то чудиками но в общем вот эти эмоциональные смайлики повеселили меня мне захотелось кстати эта идея у меня еще была летом не очень хотелось летом именно сделать такой кубик но вот до осени он дотянул в итоге вот кубик у меня свершился а здесь у меня такие персонажи как влюбленный это какой-то задаченный здесь вот я так и не нашла того русского эквивалента слову когда человека поймали на какой-то неловкой ситуации вот он вот так обычно выглядит это злючка и еще два персонажа по бокам плакса ну и вот это недоверчивый или мне понравилось как начальником почему нет по моему очень неплохо я не вышивала вот таким крестом как предлагает дизайнер я все персонажи вышивала абсолютно отдельно для того чтобы они были потом сшиты и везде была проложена строчка но если вы меня понимаете то что если кубик сшивать то получается вот эти четыре стороны они бы оказались без строчки и мне кажется он бы смотрелся кособоким и так то очень трудно было сделать из кубика вернее из этого мягкого все-таки материала кубик но вот как получилось я его шивала по типу без корню проложив контуры по периметру каждой мордочки и потом сшивала как-то так получилось вторую мыслью у меня была сделать этот кубик подвеской в автомобиль то есть вполне возможно сюда пока не надоест дома пока не наиграюсь вполне возможно сюда приделать какую-то ленточку и повесить я правда не люблю всякие весельки в автомобилях ну вот в каком-то виде вот можно мне кажется воспользоваться и этим здесь кстати я взяла остатки канвы мне кажется это не то гамовская не то канва цвайгард не могу точно сказать она мельче чем 14 мне кажется 16 ну вряд ли наверно 18 но как-то очень меленько все крестики были очень меленькие и мне это понравилось больше так как вначале я начала на 14 канвей мне показалось не какие-то очень крупноватые я подумал ну куда такая огромная вещица а вот такая миниатюрочка вполне себя оправдывает занималась ерундой можно сказать кто-то большие достойные картины вышивает а я вот такую чушь ну кому что как говорится следующий следующим проектом у меня пошли новогодние сюжеты я нашла в себя остаточки равномерной линды мне кажется это все гамма не могу с уверенностью утверждать может быть ну вот это точно гамма а это может быть даже тоже гамма не могу с уверенностью утверждать что это скорее всего линда гамовская и у кого-то в инстаграм уж девочки простите не помню у кого я увидала как вышиваются небольшие милые сюжеты бесплатный от дизайнера тинкер бель тинкер белл ведет свою страничку в контакте и там можно найти эти схемки я их нашла и несколько меня просто поразили на повал сейчас покажу свою первую вот эти котики со снежками там котик и снежки называется возможно сейчас точно не вспомню но впрочем впрочем не суть меня просто пленили настолько милашные сами котики и вот эти шапочки как-то унесли меня на лет двадцать может быть назад когда появились только-только турецкие границы открылись появился ввоз иностранных товаров таких такого массового потребления там турецкие нити всевозможные красивые вот именно таких оттенков где-то возможно кислотных но очень-очень детских очень-очень няшных и вот меня как-то отнесло к этому времени вот эти детские шапочки с завязочками устоять короче не могла и я решила что мне это нужно вышить к новому году и вот как раз получился такой котик это был первым котиком мне очень нравится дизайн но конечно если присмотреться то понятно back черной ниткой здесь это слишком он очень резкий он очень грубый для этого дизайна и для второго дизайна где тоже котик мне пришлось поменять цвет бека и внесла здесь несколько изменений но во первых спасибо огромное всем девчонкам которые в instagram не подсказали потому что для меня выбор это в общем смерти подобно так вот они мне подсказали все-таки взять цвет 30 31 вместо черного такой мягкий темно-коричневый цвет и и спасибо танюши ладушки которая мне напомнила что есть темно-серый цвет хотя честно говоря на него и смотрела когда подбирала цвета думаю хорошо бы таким темно-сером но так как сам котик он более теплых тонах выполнен то темно-серый отмела сразу в тот момент но хорошенечко подумав я приняла решение что темно-сером ведь можно вышить снежок у меня получился вот такой вот симпатичный результат от шапки я просто в восторге сравните насколько все-таки коричневый мягче чем этот черный не очень хочется чтобы это было видно как вы считаете мне кажется все таки коричневый здесь лег удачнее и еще было два нововведения во первых во втором дизайне я сделал завязочку в два сложения нити потому что ее должно быть видно в нижнем как вы видите она достаточно тоненькая и малозаметно а вот верхнем вот самое то мне понравилось больше и самое последнее изменение в этом дизайне в нижнем в первом снежки получаются угловатыми когда их проходишь бэком вот я изменила немножечко бэк на верхнем дизайне сделав снежок более округлым там просто дробнее такой бэк сделала не длинными линиями а более короткими пытаясь скруглить поэтому я думаю что вот верхний результат мне понравился я им очень довольна и придется мне немножко переделать вот этот нижний первый котик все таки я сменю ему цвет бэка и поменяю бэк на снежках и что вы думаете будет у меня в итоге мне кажется тут и гадать нечего меня конечно укусила муха пин кипов то есть и к новому году я думаю этот кин пин кипчик у меня все-таки завершится у меня обычно вот начиная с ноября где-то в декабре как раз посещает некое такое настроение когда хочется закончить какие-то работы что-то оформить чаще всего даже не то чтобы закончить а оформить и несколько вариантов у меня лежат оформление я думаю что этим я буду и заниматься так что вполне возможно следующее видео будет у меня видео об оформленных работах оформленных картин работах да кстати я совсем забыла еще об одной работе которую я делала чуть не забыла еще об одной работе от фирмы панна которую я вышивала четыре дня по моему четыре дня вот к сожалению не могу найти титульный листочек и показать вам сравнение вот своей вышивки с этим титульным листочком потому что на титульном листе видно что я конечно купилась именно на фотографию на наборе это вот оберег или оберег такого домашнего очага как мне кажется мне очень нравится вот эти синие голубые оттенки но на фотографии набора контраст между синим и голубым значительнее то есть он как то отчетливее и вышивка сама смотрится выразительнее здесь всего в вышивке две нити два цвета синий и голубой и вот на самом деле она получается мягче чем на фотографии то есть разница небольшая здесь выполняются крестики и очень очень много стежков блэкворка кроме того здесь используется бисер сейчас попробую поближе показать бисера уходит очень много он используется практически во всех деталях вышивка бисер тоже подходящего цвета вот у меня бисер который остался как бы показать чтобы он не отсвечивал тоже вот синего и голубого и голубого оттенка вышивка получилась очень нежной мне нравится такой вариант я уже подкупила к ней раму в икее ну решила пойти демократичным путем не сдавать это в багетную мастерскую и даже мы с Викулей ездили в одну багетку где я заказала раму но покажу попозже когда оформлю своих зайцев с книжками я для них уже купила раму и буду самостоятельно их натягивать и оформлять вот но боюсь это будет чуть попозже все таки хочется вначале обновить обои чтобы было куда повесить свои результаты так вот там ничего не удалось найти из багета поэтому я взяла просто обыкновенную деревянную раму в икее совершенно по демократической цене и единственным вопросом осталось паспорту вот стоит еще найти подходящий паспорту и тогда вот этот оберег тоже оформится вот по-моему теперь все по-моему теперь ничего не забыла сегодня 9 ноября и я хочу в преддверии 10 ноября дня вышивальщиц всех поздравить вышивальщиц с нашим днем днюхой будем праздновать и поскольку у меня в контакте есть альбом расхомячка где я расхомячиваю наборы зайдите туда 10 ноября если вам что-то там нравилось но допустим не нравились цены и вы увидите что 10 ноября цены будут намного приятнее но это будет только один единственный день вам спасибо огромное что заглянули ко мне в гости всем желаю прекрасного вышивального и рукодельного настроения и всем до новых видео пока пока пока